Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте поприветствовать вас от лица Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. Россия на сегодняшний день ведущий торгово-экономический партнер Армении. Ежегодно увеличивается товарооборот между нашими странами. Я думаю, что сегодня на секциях, посвященных экономической тематике, мы будем об этом говорить, совместно реализуются крупные инфраструктурные энергетические проекты. Наша встреча проходит в рамках 4-го российско-армянского межрегионального форума «Россия-Армения-Евразийский экономический союз». И хочу сказать, что большую роль в этом процессе, в процессе интеграции принадлежит на сегодняшний день молодежи. Я думаю, что не первая, кто об этом сегодня говорит, но наша структура на самом деле принимает очень активное участие в интеграционном процессе. И я вкратце расскажу об органе, который я представляю. Палата молодых законодателей при Совете Федерации сформирована на основании постановления Совета Федерации в апреле 2012 года. И на сегодняшний день является постоянно действующим консультационным органом при Совете Федерации. Основными задачами являются содействие деятельности Верхней Палати Российского парламента в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, выработка рекомендаций, подготовка предложений по законодательному решению проблем, затрагивающие права и интересы молодежи. И на сегодняшний день Палата формируется из молодых депутатов, законодательных и представительных органов государственной власти, субъекта Федерации, и представительных органов муниципальных образований в возрасте от 18 до 35 лет. То есть это аналог Верхней Палаты Российского парламента, Совета Федерации, и формируется также по аналогичному принципу, по два представителя от каждого региона России. Сегодня в России более полумиллиона депутатов, местных региональных органов власти, среди них около 50 тысяч депутатов в возрасте до 35 лет. То есть у нас такая достаточно мощная команда, и мы, работая данного органа, стараемся очень тесную связь поддерживать с региональными советами во всех областях России. В составе Палаты работают 12 комитетов, где, как я уже сказала, ведется активная деятельность во всех регионах, и регулярно проводятся выездные заседания в областях и регионах России. Ведется совместная работа с комитетами Совета Федерации основными, это стало уже такой хорошей традицией, и достаточно налажена работа, построена таким образом, что наши предложения регулярно, ежеквартально учитываются и включаются в планы работы основных комитетов Совета Федерации. Мы также, соответственно, приглашаемся на мероприятия Совета Федерации. Большое внимание уделяется на сегодняшний день налаживанию международного сотрудничества в различных сферах. Одним из приоритетных направлений для Палаты стало содействие в развитии идей молодых законодателей в регионах и поддержка молодых депутатов на различных уровнях при соответствующей информационной, консультационной поддержке молодых депутатов, которые в этом нуждаются. Разработан полный пакет документов на уровне субъектов по созданию в регионах Советов молодых депутатов как одной из площадок для дискуссий. И организовано взаимодействие с молодежными крупными организациями, такими как Российский союз молодежи, Единое молодежное парламентское движение, Ассоциация молодежных правительств, депутаты Белоруссии и Казахстана. И установлено взаимодействие с Советом молодых законодателей при Южно-Российской парламентской ассоциации, куда входят молодые действующие депутаты из всех субъектов Южного федерального округа, а также из Ингушетии, Карачаева-Черкесии, Абхазии, регионов парламенты, которые входят в состав Южно-Парламентской ассоциации в качестве ассоциированных членов. И хотела бы отметить, поскольку Палата сформирована именно из действующих депутатов различных уровней, своим приоритетом мы считаем законотворческую, законодательную инициативу. Палата ведет систематическую комплексную работу по созданию системы мониторинга законодательства и правоприменительной практики в Российской Федерации. И по итогам проделанной работы разработан ряд проектов о внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации. Члены Палаты принимают активное участие в самых различных значимых проектах, форумах и в регионах России, и за ее пределами. Хотелось бы отметить прошедшие очень эффективно по результатам своей деятельности Международный форум молодых депутатов БАГИД-2030, который проходил в прошлом году в Астане, и в нем приняли участие депутаты различных уровней стран евразийской интеграции, Казахстана, России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Узбекистана. И все положения правовые, проработанные, мы закрепили на бумаге, и коллеги из Казахстана и России подписали меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией молодых депутатов Казахстана и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации. И также хотела бы обратить ваше внимание на то, что была создана межпарламентская рабочая группа, в которую уже вошли на сегодняшний день представители России, Белоруссии и Казахстана. Я приглашаю Армению также присоединиться к нашей дальнейшей совместной работе. Сегодня перед нашими странами стоят очень много общих задач. Предложения по активизации международного сотрудничества были сформулированы по линии Совета Федерации, и в преддверии нашего сегодняшнего форума мы проводили консультации с Комитетом по международным делам, представители и руководители которого будут завтра принимать участие в нашем основном, так называемом, взрослом форуме. И у нас также возложена такая существенная ответственность. И надеемся, что сегодня мы обязательно заложим определенные задатки к дальнейшему нашему сотрудничеству, ряд проектов обсудим, которые будем уже совместно реализовывать в перспективе. И надеюсь, что сегодняшний форум станет еще одной эффективной площадкой для обсуждения и старта наших новых совместных идей. И выработанные в ходе двустороннего форума предложения будут способствовать их дальнейшему развитию нашего сотрудничества между регионами. Поэтому желаю всем вам и всем нам совместно плодотворно и эффективно поработать. Я думаю, что у нас будет дальнейшая возможность пообщаться более подробно о том, что я сказала и узнать те проекты, которые вы сегодня будете также представлять. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Большое спасибо.